С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 15 июня, Всемирный день ветра. Посвящается решению проблемы недостаточного использования энергии ветра, которая смогла бы обеспечивать нас энергией с минимальным ущербом для мировой экологии и устранить предпосылки глобального потепления. Более 30 стран присоединились к этому дню. Россия пока в их число не входит. Сегодня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. По данным ООН, примерно каждый шестой пожилой в мире подвергается плохому обращению. Население планеты стареет, а значит проблема будет приобретать все больший масштаб. У родившихся в 1896 году появляется на свет Иван Лихачев, нарком машиностроения, многолетний, 23 года, директор московского автомобильного завода имени Сталина, потом получивший на как раз имя Лихачева. В первый период его директорства завод из небольшого предприятия превратился в лидера отрасли, стал способен производить 150 тысяч грузовых автомобилей в год. Иван Лихачев похоронен в на Красной площади в Москве. В 1914 году родился Юрий Андропов, председатель КГБ, затем генеральный секретарь ЦК КПСС. Он резко начинал закручивать гайки, решил улучшить дисциплину, когда стал генеральным секретарем. Пытался вывести на чистую воду бюрократов и взяточников, но не успел. А в народе его запомнили суровым и даже бессветным лидером. А он писал стихи, например, «Жизнь только миг, небытие навеки. Крутится во вселенной шар земной. Живут и исчезают человеки. Но сущее, рожденное во мгле, неистребимо на пути к рассвету. Иные поколения на земле несут все дальше жизни эстафету». Габриил Елизаров родился в 1921 году. Хирург-травматолог, знаменит собственным способом лечения переломов, а затем и ортопедических заболеваний при помощи созданного им компрессионно-дистракционного аппарата. 1936 год, день рождения Михаила Державина, народного артиста РСФСР. Его обожали коллеги, любили два знаменитых тестя – Аркадий Райкин и Семен Буденный. А с бывшими женами он и его третья супруга Роксана Бабаян дружили до конца жизни артиста. Державин сыграл немало ролей, которые любили зрители, но всесоюзным любимцем его сделал кабачок «13 стульев». Начинал он театре на Малой Бронной, а друзья перетянули его в театр сатиры. Державин отдал ему полвека своей творческой жизни. В 1947 году родился Демис Русос, греческий певец. Он появился на свет в египетской Александрии. Чтобы помочь родителям, Демис, освоивший в музыкальном колледже гитару, трубу и фортепиано, начал играть в местных кабаре, ресторанах и других увеселительных заведениях. Там он однажды запел, чтобы стремительно стать одним из самых популярных солистов 70-х годов прошлого века. 1977 год. В этот мир приходит Анна Ковальчук, народная артистка России. Она собиралась стать не актрисой, а кибернетиком. В Академии театрального искусства оказалась за компанию с подружкой. В итоге подруга провалилась, а Анна решила остаться, узнав, что на одно место претендует целых 30 человек. События дня. 1919 год. Английские авиаторы Джон Уильям Элкок и Артур Браун на самолете компании Виккерс приземляются у местечка Клифден в Ирландии, завершив свой полет с побережья Ньюфаундленда. Они становятся первыми людьми, совершившими безостановочный перелет над Атлантическим океаном. Расстояние в 3154 километра они преодолевают за 16 часов 27 минут. За свое достижение они будут удостоены рыцарского звания, а также получат денежный приз в 10 тысяч фунтов. Стерлингов, естественно, от лондонской газеты Daily Mail. 1931 год. ЦК ВКПБ принимает постановление о строительстве московского метрополитена. Первая линия Сокольники Парк Культуры откроется в мае 1935. А в 1954 основывается Европейская футбольная ассоциация УЕФА. Первоначально в нее входили 25 стран, сейчас таковых 55. Штаб-квартира располагалась в Париже до 1959 года, когда она переехала в Берн. С 1995 она базируется швейцарском Ньоне. 2001 год. Лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества. В 2015 году умирает Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая актриса. Ее уход получает широкий общественный резонанс. Страна собирает деньги на ее лечение. Смерть успешной еще молодой певицы шокировала многих. Еще одним потрясением станут судебные дела вокруг имущества, Фриске, ее родных и ребенка. Страсти не улеглись, судя по всему, до сих пор. А я вспоминаю Жанну как очень спокойного, уверенного человека, которая горела желанием жить и работать. Но, увы. И последнее. 15 июня 1985 год. В Эрмитаже картина Рембрандта Даная подверглась нападению неизвестного мужчины, который обливает холст серной кислотой и наносит по полотну два удара ножом. Вандалом оказался житель Литвы, который объяснил свой поступок политическими мотивами. Спасение шедевра Рембрандта началось сразу же после инцидента. В течение полутора часов полотно промывали холодной водой для нейтрализации действия кислоты. Когда химическая реакция была остановлена, стало ясно, что 30% авторского письма утрачено навсегда. Пострадала самая ценная часть картины – женская фигура. Некоторые детали исчезли практически полностью. Процесс восстановления занимает 12 лет. Даная Рембрандта вновь появляется перед посетителями Эрмитажа 14 октября 1997 года. Ну и, конечно, для предотвращения акта вандализма картина защищена бронированным стеклом. Эта картина написана по мотивам древнегреческого мифа о Даная, матери Персея. После распродажи имущества Рембрандта след картины теряется. Лишь в XVIII веке Даная обнаруживается у знаменитого французского коллекционера Пьера Кроза, у которого его покупает Екатерина Вторая для новой коллекции Эрмитажа. И сегодня невозможно не остановиться у этого шедевра. Искусство убить невозможно. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.